ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий оспаривать письма счастья через портал Госуслуг Там будет предусмотрена возможность загрузки материалов, фото и видео, доказывающих невиновность водителя Ранее сообщалось, что законодательная инициатива забуксовала, так как в ней содержится противоречие Конституции Дескать, все граждане у нас перед законом равны, однако далеко не все автовладельцы зарегистрированы на Госуслугах ТРАССА СТО ОДИН Автоваз просит приехать на сервис владельцев почти 11 тысяч Lada Vesta, Lada X-Ray и Lada Largus, реализованных с сентября прошлого года по начало февраля нынешнего Об этом сообщили некоторые СМИ со ссылкой на автопроизводителя, однако на сайте Росстандарта такой информации нет, поэтому список ВИН-кодов недоступен Причиной отзыва автомобилей называется возможная неисправность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов Дилеры должны ее бесплатно устранить ТРАССА СТО ОДИН До конца этого года власти собираются создать ГОСТ, предусматривающий оснащение всех новых автомобилей и легковых и грузовых С системой распознавания дорожных знаков, разметки, светофоров и других элементов дорожной инфраструктуры То есть машины попросту собираются обвесить датчиками и видеокамерами, которые будут транслировать информацию на дисплей, располагающийся перед глазами водителя Настораживает то, что данная разработка может стать обязательной, что, безусловно, приведет к существенному росту стоимости автомобилей ТРАССА СТО ОДИН Курьезное дело дошло до Верховного суда Гражданин, обвиняемый в попытке угона двух автомобилей, пытался доказать высшей судебной инстанции, что никаких видов на чужие машины не имел, а просто хотел в них погреться сразу в двух Фемида оказалась непреклонна, мужчине придется отвечать по всей строгости закона Параллельно Верховный суд разъяснил, что такое угон и что такое хищение автотранспорта Первое – это неправомерное завладение автомобилем, при котором преступник не думает, какую выгоду сможет получить Во втором случае личная выгода имеет ключевое значение ТРАССА СТО ОДИН Компания Fiat сделала электромобиль на базе знаменитой модели 500 Машина получила электродвигатель мощностью 120 лошадиных сил, разгоняющий ее до сотни за 9 секунд Запас хода – 320 километров Зарядка осуществляется от обычной розетки за 14 часов, либо от специального терминала всего за полчаса с небольшим Вот только цена у автомобиля кусачая, в переводе на рубли почти 3 миллиона На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова